Привет дорогие друзья, и все не будет спешить освободить титул в легком весе, после ухода Хабиба. Другими словами Хабиб по-прежнему остается чемпионом и все об этом сообщил вечно. Дана Уайт кстати да надеется что Нурмагомедов вернется в октагон, чтобы добыть как минимум еще одну победу доведя свой рекорд дать. В символической отметке 3000 сообщает журналист из Пентбред Акамото давайте послушаем. Тара Уайт сказал мне что Хабиб Нурмагомедов до сих пор является чемпионом в легком весе. Он не уверен что Хоббит вернется ради рекорда 3000, одна копейка не спешит развивать. Дивизион дальше без него Уайт сказал мне что в ближайшем будущем не стоит ждать. Анонсы титульного боя в легком весе пишет Бред Акамото и все. Отказывается верить в окончательный уход Хабиба и собственно как и многие болельщики его титул не станет вакантным он по-прежнему чемпион ходили разговоры. О том что Конор Макгрегор и парни разыграют вакантный пояс в легком весе. Подерется спорь и это будет реванш и что самое главное. Если верить словам Уайт это победитель выйдет на реванш с Хабибом и здесь. Возникает главный вопрос так все таки завершил ли карьеру Хабиб или Дана Уайт. Знает больше чем мы с вами дорогие друзья а вот что сам Хабиб на днях. Сказал о завершении карьеры сразу после смерти отца мне предложили. Бой нужно было принять какое то решение или. Надо было завершить карьеру или надо было вернуться под рацией после этого. Все оставить некоторые мои близкие недовольны что я завершил карьеру но я. Им говорю даже если я поделюсь еще 10 раз придет время когда надо будет. Оставить и это решение по любому придет в 32 года или в 34 или 35 еще раз друзья. Сейчас чемпион Хабиб нет никакого вакантного пояса и титула нет титула. Временного чемпиона ничего подобного в этом роде это не мои слова это слова. Дана Уайта. Кстати Уайт объяснил кто является. Величайшим бойцом в мире очень интересно. Давайте послушаем Хабиб не побежден. Уступил всего пару раундов возможно так. Что я назову его пон по понтону. Джим бойцом мира я вам все время говорю. Что Джон Джонс величайший боец в истории. Но сейчас он не лучший боец паунд фор. Паунд. Это слова данного Уайта понятное дело что. Уайта сделает все чтобы уговорить Хабиба. Остаться бью и все несмотря на объявление ему о завершении спортивной карьеры. Орел может принести Уайту и все в целом огромную выгоду Ислам Махачев. Следующий чемпион в легком весе после. Хабиба уверен вы не раз слышали ответ да. Об этом говорит и сам Хабиб и говорил. Его покойный отец Абдулманаб. Нурмагомедов. Хорошие новости в том что Махачево. Наконец предстоит сразиться с Рафаэлем. До Саньосом 14 ноября я хочу показывать. 71 в своей карьере в Гипсе. Последнее поражение аж в 2015 году он. Выиграл 6 боев подряд Едусани с его. Самое серьезное испытание бывший чемпион. В легком весе последние несколько лет. Находится на спаде Орда выиграл только. Один из своих последних пяти боев. Классика боец на пике встречает бывшего. Чемпиона на спаде я либо молодой. Доказывает свою состоятельность победил. Ветерана либо ветеран доказывает всем. Что еще на многое способен Дональд. Сирони например буквально сделал. Карьеру на таких моментах. Орда находится в одном шаге от вылета из. Рейтингов если он видит будущее в этом. Дивизионе ему необходимо взять верх над. Махачево и в этом случае хорошо что. Махачев тренируется с Хабибом человеком. Который победил достанется в 2014 году. Я хочу будет предполагаемым фаворитом. Этого боя и друг Хабиб конечно же. Посоветует Махачева как вести бой. Чтобы победить скорее всего Нурмагомедов будет. Даже секунды ровать Махачевой отличный. Поединок ждем 14 ноября. Бой и описание яблок и ВИЧ в разработке. Об этом сообщил спортивный обозреватель. Бред Акамото Дана Уайт сказал мне что. Вчера я встречался с Израилем описанием. Что его следующий бой определенно. Пройдет полутяжелом весе. Где он бросил вызов Яну Блохамичу. Таким образом описание поднимется на дно. Весовую категорию выше. Ради боя с обладателем титула по. Тяжелого дивизиона Яном Платвычемпа. Информация источника титульный поединок. Описание с чемпионом в полутяжелом весе. Яном Блохамичем стал актуальным. Сразу после того как Роберт Уитакер Ине. Проявил особого интереса к ответному бую. С описанием и побежденной описание стал. Новым чемпионом ей все в среднем весе. Когда в октябре 2019 года финишировал Уитакера с тех пор Одесса нет дважды. Защитил свой поезд против Юлии Ромерои. Совсем недавно против Полукосты. Что касается поляка Блохамича в свою очередь. Он недавно стал чемпионом в полутяжелом весе в сентябре. Когда финишировал Доминика Рейса хотите увидеть бой Одесса не против Бахвичи? Напишите в комментах спасибо ребята за просмотр. Обращаюсь к своим подписчикам. Поддержите выпуск лайком если вам понравилось то что я делаю для вас. И увидимся в следующих видео. Всем удачи и до скорого. С вами был канал Звезды ММА.